Новейшая, реформированная, тщательно отобранная лично Арсеном Аваковым патрульная полиция больше не делает селфи с гражданами, не снимает с деревьев котиков, она их доит, доит граждан и очень сильно ненавидит животных. Как вы не успокоитесь, поэтому приходится к вам приходить. Особисто мы с моим коллегой. Особисто вы с вашим коллегой. 25 марта 2020 года в ветеринарную клинику ДОХ, которая на 173 квартале, поступила беременная кошечка, которая не могла самостоятельно разродиться. Нужна была срочная помощь хирурга-ветеринара, иначе кошка бы погибла вместе с котятами. Пока врач-ветеринар Елена Арнаутова делала операцию беременной кошки, в клинику вломились те самые реформированные полицаи, прервали операцию, обвинили врача в этом тяжком преступлении. По мнению полицаев, а по-другому в данном ситуации их назвать нельзя, спасать животное запрещено карантином. И это невзирая на то, что кабинет министров отменил запрет на ведение ветеринарной деятельности по лечебно-профилактической помощи оптовой и розничной торговли ветеринарными препаратами. Все остальные ветклиники работали и работают, и к нему полицаев претензий не было. Но хозяин этой ветклиники забыл занести полицаем 500 долларов за разрешение лечить животных в период карантина. Это стандартная цена для малых предпринимателей за разрешение и крышу. К несговорчивому ветеринару начальство послало реформированных патрульных полицаев, вероятно выбрав самых отмороженных, без чести, совести и без понятия морали, которые начали шантажировать женщину-врача, запугивая ее арестом. И нарисовали липовый протокол на 17 тысяч гривен за то, что она спасала кошку. Я когда пришла сюда на работу покормить животных просто, позвонила мне женщина и сказала, что очень срочно, потому что кошка не может разродиться. Но я ее приняла. И пока я здесь делала операцию, висела табличка «закрыто», но люди заходят. Я выхожу, говорю, «закрыто», они вышли, вышли, а тут заходит полиция. Но составили протокол, вызвали директора моего и вмешали в моей профессиональной деятельности. А что вы делали в этот момент? Я делала кисарево сечение, спасала кошку, потому что не могла разродиться кошку. Вот здесь, да? Да. Как себя чувствует кошка? Отлично. Успела спасти? Да, все хорошо с ней. То есть все живы, котята, все здоровы, да? Да, все хорошо. А как они, вы объяснили ситуацию полицейским, что речь идет о жизни животного? Я объяснила, показала. Они сказали, не имеете права работать. Да, они сказали, не имеете права работать. Ну, в таком случае кошка могла бы погибнуть? Конечно. То есть они считают, что спасение жизни животного это противозаконное действие? Да. За какую сумму они предлагали? Ну, мне сказали люди, что сказали, что предлагали продавцам, которые торгуют. 500 долларов. И торгуют и чем хотите. Именно предлагала полиция? Полиция, да. Я в тот момент, когда это все произошло, я очень перепугалась. Там было двое полицейских. Один полицейский совершенно хорошо разговаривал. Второй просто разговаривал вообще неадекватно. Такое ощущение, что они пришли с какими-то преступниками. Вообще он сказал, что хочет меня забрать. Собирайтесь, я вас забираю в отделение. Я говорю, на каком основании. Ну, меня лично очень трясло. Я очень испугалась в этот момент. Я думаю, что они не имели права так делать. Полицейские прочитали вам ваши права? Не читал. Никто не читал меня. Права мои ничего не сказали. Я говорю, они не давали слова сказать. Один нормальный полицейский со второй бригады приехал. Тот, конечно, по-человечески относится. Как-то мне подсказал, напишите, пожалуйста. Со второго экипажа. Со второго экипажа был один нормальный. Действительно нормальный был парень. Я ничего против него. Остальные вели себя нагло, бесцеремонно. Несмотря ни на мой возраст. Я им сказал, что я уже человек немолодой. Вы мне годитесь в сыновья. Ничего, никакого уважения. Грубо нагло вели себя. Просто, честно говоря, я опешил. Не ожидал такого, понимаете. Мы на месте. С кем воевать? Со мной? Инвалидом третьей группы, пожилым человеком? Или с молодой женщиной, которая спасала кошку, которая беззащитная была одна, находилась здесь. Без охраны, без никого. Повесил объявление. Дверь у меня не закрывается изнутри. Висело объявление. Вам сказали, что вы имеете право на адвоката или защиту? Никто ничего не сказал. Вам предоставили адвоката или защиту? Они запугивали нас, что мы нарушаем, что мы вас сейчас арестуем. Вы не имеете права работать. Вы не имеете права. Я говорю, как это мы не имеем права? Мы имеем право работать. Нет запрещений на работу в ветеринарных клиниках. Я тут же набрал главного врача города ветеринарного. При ней говорю, возьмите, мы не будем и с кем разговаривать. Вот телефон. Вот главный врач. Я разговаривал с Крисником Виталием Леонидовичем. Он подтвердит, что была сессия 20 марта. Наша сессия горсовета. Где была перечень тех предприятий и организаций, магазинов и торговых источек, которые не могут работать. Нас перечни в этом не указано. Я показал. У меня это все есть на видео. Бесполезно было договорить. Они даже случайно доказались. Где у вас в торговых акт ничего нету, значит вы ничего не имеете права. Вы не имели права работать. Хотя по городу работали клиники ветеринарные. Работали. Я об этом знаю. С коллегами созванивался. А меня зашел Михаил Алексеевич Ступин тоже со мной поддержал. Он не работал в тот день. Он зашел ко мне просто выяснить, что за проблема. Потому что стоялась только полиция перед клиникой. Так бы задерживали преступника, как приехали к нам в ветеринарную клинику. Задерживать меня и сотрудника ветеринарной клиники. Поэтому, конечно, было шок, стресс. Я ночью, у меня давление поднялось. Я себя сейчас плохо чувствую. Потому что в таком стрессовой ситуации работать я не могу практически сейчас, сейчас работают другие специалисты. И в таком состоянии нервозное. Потому что 8 числа суд. Мне надо ехать в жопневый суд. Доказывать свою правоту, что я не виноват. Как это? А вы знаете, что с нашими судами? Как это? Насколько это затянется? Я должен вынужден бросать свою работу. Я не могу оказывать профессиональную помощь владельцам животных. Поскольку мне приходится работать и днем, и ночью. Животные, и кесаря приходится ночью делать очень часто. И сбивать машины с животных. Я сейчас не могу работать в таком состоянии. Мне надо составлять бумажку. Мне ехать сегодня, был полиции. Потом ехать в сфитарю, в суд. Бросать время работы своей профессиональной деятельностью. Я заниматься теперь не могу. То есть они парализовали мне работу практически сейчас. А какую штраф вам выписали? Какую сумму? Какое суд дело передали? Ну, родители сказали, я сдавал, сколько может быть. Минимально может быть 17 тысяч штраф. Я не хочу, чтобы ваша предатель работала быдло, которое вчера выезжало, заходило в трамвай. А до него тоже быдло заходило. А можно еще? Разродиться кошки не давали штраф, но их 17 тысяч. Адвокат, скажите, будь ласка, а что касается ветеринарной клиники? Как вы можете что-то прокомментировать? Чи законные были действия? Ну, смотрите, незаконные были действия, чему? Уже в котри раз мы пояснимо, что постановка Кабинета Министров не является законом. Такие меры, стосовно обмежения прав наших конституционных, могут застосовываться с следующих подстав. Сначала президент принимает указ, подает его на подтверждение Верховной Рады. Какой указ? Вводит этим указом надзвичайный стан або военный стан. После этого есть законная подстава обмежать наши конституционные права и интересы. Наразі что происходит? Фейк в форме постановки Кабинета Министров. Далее, собрание патрульных полицейских, надание им незаконных указов их же керевников, под страхом вашего освободления. Это я уже достоменно знаю. И я это говорил еще с самого начала, когда мы выстояли интересы эпицентру. Про то, что, если вы не будете выполнять этих незаконных указов, вы не получаете в лучшем случае премию в конце месяца, в лучшем случае вас будет извольнено. То, если вы это все будете выполнять, рано или поздно вас будет извольнено с органами полиции, именно за преступление законов. Как на вчерашнем примере, когда в результате цитирования закону, а именно статья 18, про национальную полицию, проявляется хамское отношение до граждан в первую очередь. Сколько я навращаюсь в полицию, ни разу допомоги не было. Более того, маленькое замечание, нарушение полиции возбуждает против нас главные дела. Есть такий следователь Палюга, который на работу ходил, он мне просто, у меня уже была истерика, параллельно мне работал в клинике, потому что до 2015 года клиника у меня была в жилом фонде, а теперь не в жилом фонде, он мне и документы требовал. Я не мог працювать 2 недели, пока адвокат моя не пришла и показал ему законы. Точно сейчас полиция на три моих звернания отмолила мне возбуждение главного дела, когда было нападение на меня в клинику. Есть видео подтверждение, я 2 недели на больничном, получил ожоглаз. Полиция меня отмолила возбуждение главного дела, все открыла. Тут же буквально через 20, через неделю, через 2 недели у меня уже суд. Бо из меня надо стянуть гроши. За что? За то, что они, мало того, что не представилось, мне два, эти полицейские, вызвали дополнительный наряд, с автоматами, вы видите, что у меня все снимают на камерах видеонаблюдения, с автоматами, у меня дружина была, донька моя, все они официально оформлены, в ветеринарной клинице, працивники, я показал документы, все свои лицензии, они создали такую напряженную обстановку, я не знаю, как моя лекарь умела сделать эту операцию. У нее руки трусились, это все видно на то умето, они так и создали моральную обстановку, мы не можем, я их питал, сейчас они по-людски разговаривают, и когда я хотел закрыть двери, он меня штохнув так, один из них, у меня есть его фамилия, я это сделал, я чуть не упал на крыльце, через те, я ему сказал, я уже делал зауважение, что я старше вас, я вам батька по веку, они пришли, смеялись там на улице, они призвали полицию, еще два наряда полиции с автоматом и приехали. До кого? Я инвалид третьей группы, мне 60 лет, дружина моя, и донька была, и молодая лекарь ветеринарной медицины, которая не принимала, висела табличка на дверях, что не працюем, и они зашли, люди говорят, мы не працюем, она приехала, она водовать тварин, у нас были на стационаре кишки, у нас есть грязи, акварельные рыбки, кролики, папуги, их надо нагодовать, их надо убрать, и в районе не было, это все видно на камерах, видно, это все, это все у меня есть документальное подтверждение, они не представили, они хотели со мной разговаривать, даже на эту тему, не давали мне слова сказать. Психологический тиск, они не так, один из них попался, нормальный, слава богу, нормальный хлопец, просто по-людски до меня отнялся, и из них один, приехавши на том, и сказал, там у меня тоже есть кит, говорю, вот так я трапилась, будь ласка, напишите, поясню, через 2 часа после этого, я поехал в семью, в которой работают люди в полиции, я не знал, и народы, все, куди они звонили, все им отмолвали, в казане могла родиться, в частном секторе, они проживают, на Спасской, на микрорайоне, я 2 часа стою, козой занимаюсь, одна козиня уже загинула, двоих я спас, я козу спас, до ранку, эта коза б загинула, вместе с этими козинятами, люди поблагодарили, нормальная семья, у меня никаких претензий нет, я им все это рассказываю, это человеческий фактор, очень, хочу вам сказать, обидно на русском языке, что в полиции, молодые парни, такие хамские отношения, я с ними культурно разговаривал, пытался с ними договориться, как-то, слово не давали сказать, ну спасибо, что не побили, спасибо, что не арестовали, на 3 дней, я сказал, арестую на 3 дней, потому что у меня не было паспорта с собой, а было паспортные данные, у меня в телефон, я им показал паспорт, я не брал себе паспорт, то есть у моих все рецензии, все мои телефоны контактные, я говорю, поделитесь, пожалуйста, мы на 3 дней вас арестуем, до выяснения личности, спасибо, что не арестовали. Ну, это тиск, они работали, чтобы вас залегать. Я задал запитание, что вы творите, взагалі, такой бытлоти, она не повинна працювати в полиции. Отмороженным полицаям, выполнявшим заведомо незаконные приказы, их начальство, абсолютно все равно, отменят суд и Филькину грамоту или нет. Они сделали план по протоколам, получили премию, прогнулись перед начальством, и наказали, как минимум, запугиванием, несговорчивых предпринимателей. Суды оказываются более адекватными, и все эти бредовые протоколы обычно даже не рассматривают. Полицаи сняли маски, они не любят котиков, они любят деньги.